Отлично. Добрый вечер. Значит, мы сделаем сегодня и некоторый микс. Я скажу некоторые свои мысли. На самом деле не совсем свои, но частично свои. А потом мы проверим на качество перевод, который мы получили сейчас. От клауда. По-моему, с первой попытки вполне недурно основа для исправления. Значит, мы пропустили наш прошлый урок. Я извиняюсь, я его отменил. У меня было так себе настроение. У нас просто это самое. Кто в курсе, кто не в курсе. У нас сейчас тоже война. У меня как раз там ребенок в Азии был. Все это время другой был около. Мой дочери муж тоже там около. То есть все там. Мне было немножко не до того. Но сейчас ребенка отпустили на шаббат домой. Сейчас его забрали обратно. Но все-таки мне полегче, попроще. Вот. Поэтому мы продолжаем нашу серию. Значит, первую часть я хотел сказать. Это свои мысли. По поводу... Не-не. Не свои мысли. Да. Мои мысли основаны на уроках Рафшерки. Поэтому тот, кто слушал или слушает, прочитает шаббат Рафшерки, видимо, он узнает эти идеи. А тот, кто не слушает, то как бы будет ему интересно. Значит, идея, она такая. Мы встречаем Авраама Вину, когда он молится по поводу Содома и Амор. И наберетесь в такое слово «мових». Не знаю, как это перевести на русский. Ну, не стыдно даже, но как-то неподобающее поведение. А наш праздец Авраам, как это самое, торгуется, как последний торговец на рынке, бросая шляпу на пол, топчая ее ногами, слезно вызывая к тому, что детей нечем кормить. Значит, это самое. 45, 50, 45, 40, 30, последний отдаю, рубаху рву. Ну, как бы... И ничего подобного у нас нету, как бы. Никаких таких вот похожих рассказов у нас нет. Очень странно. Очень странно. Что говорит Равчеркин? Говорит, а давайте вспомним, когда мы в прошлый раз встречали Абрама, нашего правоца Абрама вместе с царем Содома и Амор. Когда мы их встречали? Мы их встречали на недельную главу раньше, если я не ошибаюсь. Там, где Абрам идет после войны в четырех царях, царей с пятью, когда царя Содома и Амора со всеми жителями захватили в плен, пришел Абрам и победил их принятие. И освободил своего родственника Лоха. Спрашивается вопрос, какой юридический статус в данной ситуации царя Аморы и всех жителей? Какой статус? Давайте попытаемся ответить. Дута Волкенская. Пришел Абрам, всех победил. В каком статусе сейчас находятся царь Содома и все жители Содома и все их имущества? Пленники или вообще рабы? Отлично, Виктория. Это трофей Абрама. Пленники или рабы? Имущество все его, люди все его, пленники, соответственно, рабы. Да, отлично. Правильно, абсолютно. Соответственно, у нас есть несколько вариантов дальнейшего развития этого процесса. Первое. Все остается так, есть. Они остаются рабами. Абрама приходит царь Содома и предлагает Абраму как-то улучшить собственное положение. Он говорит, давай мы сдвинемся немножко влево. Давайте себе заберешь имущество, а нас отпустишь. А людей отдашь мне обратно. Я думаю, как был их царем, так и буду. Я буду им управлять дальше. А отпустишь, надо свободно. Абрам говорит, ммм, интересная идея. А вдруг можно с этого предложения пойти еще немножко влево? Абрам говорит, ты что? Какое имущество? Не нужно мне твое имущество. Вот, так сказать, моим людям я дам то, что им полагается, а твое имущество, не дай бог, ты что? Что потом люди сказали, что из-за тебя я богатый. То есть у нас есть три возможных варианта развития событий. То, что произошло, в конце концов, то, что предложило врагам. Всех отпускаем, и все добрые, мы хорошие. Не нужно ни рабов новых, ни их имуществ. Есть среднее состояние, которое предложил царь Аморе. Давай, имущество ты оставишь себе, а нас ты, а людей ты отпустишь мне. И как это, реальное положение делал, по закону, то все рабы Абрамов. А теперь, внимание, вопрос. Оставаясь рабами Абрама, а докатились ли жители Содома и Амора до такой моральной пропасти, что Всевышнему нужно было бы потом их переворачивать? Вопрос риторический. Достаточно понятно, что нет. Будучи врагами, рабами, слугами, находясь около, но под влиянием Абрама, понятно бы, понятно нам, что жители Содома и Амора не докатились бы до такого морального падения, что их нужно было бы переворачивать, что они бы, то есть, и так далее. Понятно, что влияние Абрама каким-то, то есть, по крайней мере, от такого развития событий их бы удержало. Абрам чувствует свою ответственность за то, что происходит с Содомом и Аморой. Он начинает понимать, что его широта души, то самое, что он всех отпустил по доброте душевной. Получилось не очень хорошо. Получилось плохо. Что он отвечает. Есть у него часть ответственности за то, что сейчас Всевышний переворачивается до Майомора. И поэтому он так за них бьется. Рубашку на сербио. 45 праведников, 40, 50, 45, 40, 30, 10. В конце концов, вывели из Содома сколько людей. Лот, его жена и двое дочерей. Четверо нашлось. И еще были зитя, которые не захотели выйти с замужними дочерями. до сих рафширки на Порошат Шиву. Не наша, немножко раньше, но как бы до сих. Теперь это самое. Мои личные измышления, как это, а что нам делать с нашей войной, с нашими любимыми хамасниками. Хотелось бы очень их всех поубивать, но их там два миллиона, видимо, убить мы их не сможем. Да, если очень захотим. Не получится. Что делать? Так вот. Мое мнение, мои, вот нас, как бы это, я не просто так рассказал Рафширкина Порошат Шиву, это потому, что связано. Как Авраам Авину не хотел Лешлот, он не хотел как это сказать, влавствовать над другим народом. Мы, евреи, не хотим властвовать над другим народом. Ни правые, ни левые. А это то, что нужно сделать. Мы должны полностью властвовать над народом Азерб, над арабами Азерб. Мы должны полностью властвовать над арабами палестинской автономии, мы должны полностью властвовать над арабами, гражданами Израиля, включая нашу власть над программой их обучения и так далее. И в этом смысле как бы оставим. Вот. В обязательном порядке как бы над индоктринацией программы их обучения, то есть не давать им какую-то автономию, а наоборот, по полной программе властвовать. И тогда может быть получится, может быть нет. Через два поколения, через 40, из Азы получится что-то нормальное. Может быть да, может быть нет. Мы не будем это продавать как мирное соглашение, заворачивая это в подарочную бумагу как класс. Понятно, что это может получиться, может нет, но мне кажется выход он такой. И у нас очень много в обществе сдвинулось, чего нужно делать, но я не уверен, что мы подошли уже к такому выводу, как народ. Если не подошли, нужно будет, если этот вывод правильный, то нужно будет еще как-то продвигаться. Но можно туда продвинуться. Это мое личное мнение на вопрос кто виноват и что делать. Кто виноват это менее интересно, то мы будем разбирать после. А вот что делать, мне кажется, это направление. Правильно. Мы не хотим, не только левое, но и правое, ни в коем случае властвовать над кем-то еще. Мы над собой не можем нормально властвовать. Я еще раз подчеркиваю, это не только там левые бяки, это правые тоже не хотят властвовать над другим народом. Мы такие все белые, пушистые, не хотим орать уху. Мы не хотим орать уху. Соответственно, приходится платить более высокую цену, как в той шутке, и рыбу тухлую есть, и заплатить, и палками быть побитыми. Это то, что я хотел поделиться поводу того, что у нас происходит, и что с этим правильно делать. Можно я скажу несколько слов? Спасибо, с большим удовольствием. Я просто хотела сказать, не то, что там было благополучное в Азии, скажем, 30 лет назад. Но из нашего опыта посещения Глушка Тифа, например, по сравнению с тем, что было в нашем регионе, в Иудею-Шамроне, там была совершенно мирная жизнь у этих поселений. Мы могли спокойно из Неведы-Калим в Керам Ацмона жарить через поля, через что угодно, без всякого опасения. Никто там не совершал терактов, там не было этой индифады. Не то, что там было очень хорошее отношение изначально, но с тех пор просто мы оттуда забрали свое поселение, там произошло очень сильное изменение. то есть когда мы отказались от того, чтобы там находиться и как на них влиять, очень сильное изменение. Я помню перед самым выселением из Гушкатифа я туда поехала, мы там несколько недель провели с детьми, мы, например, ездили на море, там какой-то пляж, и это надо было проезжать через арабскую деревню, и люди, евреи из Гушкатифа я просто видела, их машины они останавливались, разговаривали там с людьми, заходили к ним в дом, это люди, которые работали на фермах, у них эти арабы, которые к ним относились очень хорошо, то есть на самом деле там конечно микс, там много разных разных, среди этого миллиона много разных людей, но общее ощущение было совершенно лучше даже чем у Девшам Роне взаимношений с местным населением, а когда ушли, вот так все повернулось, вот я хочу сказать тоже как раз мой личный вывод, мы обязаны там властвовать до как бы уровня, что называется, то есть слушая как бы о чем проповедует там Мула, если он что-то такое говорит нехорошее, его быстренько в тюрьму, да, то есть и это конечно нужно сделать и у нас здесь на поселениях, мы пытаемся постоянно сделать им автономию, дать им какую-то власть в свои руки и так далее, это может быть можно сделать, только не через 10 лет, а через 40 лет, может быть да, может быть нет, но на самом деле видимо нет, наша земля соответственно как-то абсорбировать здесь, и вот эта попытка наша, почему найдет, потому что с этим согласны, мы левые и правые, сегодня надеюсь, мой вывод на сегодня, что мы обязаны властвовать над народом, чужим, несмотря на то, что мы этого не хотим, и это правильный подход, во всех трех местах, у нас проблема с бедуинами, у нас проблема с арабами гражданами, у нас проблема с поездинской автономией, у нас проблема с Азой, а потом у нас еще будет проблема с Леваном и с Хезбалой, если мы зашли, нам нужно властвовать в полной программе, вот, я согласен с вами, что вы сказали, вот, конечно, безусловно, да, вот, значит, если кто-то хочет еще что-то заметить, я буду рад, если нет, мы перейдем к нашему. Я хочу сказать, что им бы религию поменять вообще. Им надо религию поменять, потому что у них в религии там еще это заложено, им надо геюрить совсем. Я думал по этому поводу, я думал по этому поводу, мой вывод на данный момент, что неправильно это менять религию, но нужно давить любые проявления, пассивно-агрессивные, тем более активно-агрессивные, любого упоминания джихада, любого упоминания как бы противостояния евреев. пусть они дают свои профили, пусть они выращивают себя как хотят и откуда хотят берут свой ислам, но в тот момент, когда он поднимает на знамя войны с евреями, сразу укорачивает на одну голову этого проповедника. как бы то есть очень сильно здесь как бы с сильной рукой не менять им религию, а наоборот есть разный ислам, в Коране много разного есть. Да, да, пусть они сами выращивают вот-вот-вот, да, 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 нахама, да. Пусть они сами выращивают из своего Корана травоядный ислам, именно. Да, 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 а когда такой есть, это не то, что его нету. Есть страны, которые очень опасаются этого влияния фанатичного и агрессивного ислама, и мусульманские страны, которые там Узбекистан, например, и даже Азербайджан, по-моему, то есть не то, что они все такие белые и пушистые, но они явно не такие, как... Потому что они первые враги этого ислама, еще до нас. Да, да, конечно, это то, что я имею в виду. неправильно отменять им религию, но очень резко и сильно в ногтю сразу любые проявления агрессии, джигады и всего такого прочего. И пусть они уже сами купаются в том, что получилось, и выращивают травоядный ислам или уже есть такой. да, как бы... И это возможно. Но спасибо за замечание, потому что про эту идею я думал. Кстати, я хочу заметить, меня очень хорошо убедил один дядя, есть идея по поводу одна здесь, что с ними делать, это выгнать их всех в Синай, в Египет. И допустим, мы уговорим Египет. Это не пройдет. Это отвратительно. Что нахама? Не согласиться никогда на это Египет. Допустим, согласиться, допустим, мы их силы продавим, а Египту заплатим. Не важно. Согласиться, не согласиться, не важно. Это неправильно, по-видимому. О, идея плохая с другой стороны. Потому что сбежав в Ливан, они превратили процветающую страну в свинары. А до этого в Сиордании тоже пытались такое сделать. В Сиордании почти не сделали то же самое. Египет, теперь Египет не может со своими этими самыми синайскими кланами совладать. Эти 2 миллиона могут наоборот, наоборот, они могут съесть Египет, и после этого мы будем иметь 100 миллионов Египет с Хамасом. И они, кстати, за то, что у них было, Мурси, и братья-мусульмане. После этого армия сделала переворот и пытается их держать в узде. То есть в этом плане это может быть нам плохо, что мы получим государство Египет все Хамасное. И с этим будет гораздо сложнее уже потом бороться, чем с Азой. Это серьезная проблема, которая меня убедила, что это не решение абсолютно попытаться выдавить их на Синай и разобраться с Египтом. Неверно. То есть скажем так, меня, допустим, так этот аргумент убедит. Вот так. Хорошо. Тогда, значит, я подумал про войну, но в любом случае будем еще говорить, никуда на этого не деться. Ну, я, кстати, вот мы с вами спорили тоже, на прошлой муле, когда говорили, я посмотрел потом, там все кому не лень учили, все отрывки там подряд из Рута Милхама, и Равшерки там тоже говорил как мораль войны и так далее. В общем-то, более-менее вот в том ключе, в котором мы это разбирали. Так что я уже потом все увидел, что, ну, в общем-то, это напрашивается. Началась серьезная война, как бы, и все начали. Если уж учим Рава Куклы, то, конечно, света войны. Поэтому я решил все-таки, несмотря на что, вернуться к нашей книге, давайте попробуем наш абзац выучить, давайте посмотрим, что у нас получится, и давайте это самое, проверим, как наш искусственный интеллект нам перевел, и, по-моему, он перевел весьма-весьма недурно. Значит, давайте я прочту еврей сначала для знающих и понимающих, и потом отрывок относительно немаленький, и вот потом у нас тут есть уже этот самый, как его, перевод. Итак, я прошу прощения для непонимающих евреев, я все-таки прочитаю справное видео. Мы возвращаемся к нашей книге урод А. Чува, у нас 14 глава и 39 абзац. Ишнамцы таким кайли. Ой, прошу прощения, я не сделал шер. Сейчас сделаю шер и посмотрю, что мне написали в чате. Насильно не пройдет. Насильно поменять религию, если, конечно, не пройдет. Да, но насильно отрубать голову тем, кто будет заикаться о джигаде, это мы обязаны делать, хотим или это или не хотим. Да, окей. Ишнамцы таким кайлим, что не дай, когда мы смешим рэгэ эхат шур мале ва ахай или фир хам мя дзекут айлуют айл 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 хам мергишим эт навшам в омик царат ахет бомеда айл 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 бомеда Ахет Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Егорова Ну, до начала, как бы я хочу все-таки для понимающих иврит, мне кажется, перевод для машины, даже не для машины, по-моему, очень и очень неплох. Теперь, у меня ощущение, что это на самом деле связано с тем, что мы говорили про войну. Мы говорили про то, что Авраам, он пошел слишком влево. Он очень хочет любовь, милосердие ко всем. И это нужно исправлять. Поэтому его сын это наоборот. Исхак, Гвура, это Меда, Суда. И вот Яков, это средняя мера, это величие, это Тиферет. И ему тоже нужно исправлять. Но, но, тем не менее, несмотря на то, что мы видим, что вот только милосердие ко всему это плохо, и мы сейчас обожглись на этом, и Авраама, и наш прадед Авраам на этом обжегся, тем не менее, мы обязаны милосердие Авраама, его любовь, поставить первое. Это первый этаж дома, который мы строим. Он обязан быть первым. Все основано на любви ко всему. И только на основании того, что вот основа всего это любовь ко всему, я строю, я уравновешиваю эту любовь, я строю на ней этаж справедливости, суда, этаж, как бы, дальше. Основа обязана быть Авраам, несмотря на то, что одного его не только недостаточно, если он будет один, он разрушит мир. Как бы, не просто, вот, значит, вот, значит, теперь, как это все связано? Теперь, как бы, теперь, это первое, второе, я хочу сделать некоторое вступление. В нашем отрывке раб говорит про великих праведей, от нас до них очень далеко. Но чем интересно нам учение раба, это тем, что даже, когда он говорит про высших праведников, есть очень много, что мы можем вынести для себя. Это прав. Два. в общественном поведении как народы, как, в общем-то, как общество, раб говорит о том, что у нас сейчас поколение больших душ. То есть, мы можем сказать, что на общественном поведении вот это вот поведение великих праведников, оно относится к нам. Это нужно реализовывать. Так. и третье. Раб говорит, что сейчас у нас как бы время, когда возвращаются большие души. То есть, несмотря на то, что мы себя держим за простых людей, и, может быть, не совсем праведников, тем не менее, наши все кризисы, они все-таки кризисы больших людей, а не маленьких людей. серьезного общества, а не примитивного общества. И поэтому тоже все, что Раб пишет про праведников, даже если в личном аспекте это нас касается меньше, нам есть что из этого взять, и это нас касается также в общественном аспекте гораздо сильнее. Поэтому можем попытаться это прочитать в том числе и в общественном аспекте. Теперь давайте вернемся к тексту. медленнее. Вот здесь первое наше будет первое исправление перевода. У Раба здесь написано так. Есть такие праведники, которые им недостаточно того, что. То есть у нас получается структура такое. По-нормальному праведники высшие. Они заняты тшевой. Они заняты тшевой за недостаточное даже на мгновение, вот то, что написано здесь, даже на мгновение, что они прерывают полноту и живой связи с Богом. Но Раб говорит изначально не про них. Раб говорит про боли разуме праведника, которые им этого недостаточно, а они делают шиву так же из-за того, что они как бы, что они видят, что у них есть связь с Богом только со стороны любви или только со стороны трепетки. То есть у меня ощущение, что Раб говорит таким вот именно образом. На иврите мне кажется это более четко выражено. И так далее. Где у нас ЭЛЕ? ЭЛЕ, но также когда их привязанность к Божественному она только с одной стороны, но с другой стороны это не плохо. Здесь этот перевод это мне кажется немножко пропустил, но тем не менее и так есть праведники. Недостаточно им, но просто предложение так запутное, поэтому давайте подбегать с Богом. Есть такие праведники, которые если хотя бы на мгновение утрачивают полноту и живость полминуты есть такие праведники, которые если хотя бы на мгновение утрачивают полноту и живость связи с Высшим Божеством согласно их уровню, согласно их уровням это важное замечание. То есть каждый праведник связан с Богом на уровне соответствующем ему. Для кого-то это постоянно думать о Боге, даже занимаясь чем-то другим, для кого-то это нет. Так вот на своем уровне не важно о ком он есть. когда со своего уровня ты немножко скатился вниз, это для тебя уже начинает быть изъян. Ощущают свою душу в глубоком страдании греха и исправляют свой изъян через возвышенное покаяние, делают высшую чугу. Полное, великое и могучее покаяние. Смотрите, эти эпитеты полное, великое, могучее. Опять-таки, это не мелкое, не мелочное копание в себе, а высший поток, который поднимает человека. Но даже если, да, вот это вот тоже есть, относится к самому началу. Есть такие правильники, которым вот этого недостаточно. Недостаточно того, что в тот момент, когда они приспустились со своего уровня, они сразу же делают высшую чугу, это нормально. Но, так, но, но даже если связь будет полной только с одной стороны, либо только от страха, либо только от любви, они отвечают в этом тяжкий изъян и нарушение божественного равновесия в мире, порядка в мире, нарушение хибуры и соды и лейбула, да, нет, правильно переверено все, божественного порядка, да, хорошо переведено, не очень простые тут выражения, да, и так, то есть, человек не спустился в своем уровне, но что он ощущает? Он ощущает, что он общается с Богом, что ли, только стороной любви или только стороной трепета? У меня сразу здесь начинает быть противоречие, секундочку, но вот как же, мы только что упоминали Авраама, он как раз ярко выраженная сторона любви, потом упоминали Ицхака, он ярко выраженная сторона трепета, Авраам тут требуют, чтобы все были и Авраамом, и Ицхаком одновременно, и Аковом, да? Мой ответ на данный момент, он такой, для начала, да, у нас были левая нога, правая нога, тело, но на сегодня мы уже после Авраама, мы после Ицхака, мы можем уже требовать от себя равновесия. Основа должна быть ярко выраженная любовь, это тогда будет соответственно человек, который выражает эту идею, ярко выраженная справедливость и ярко выраженное их сочетание, Авраам, Ицхак, Яков, но мы уже после и мы уже можем требовать как бы от себя этой синтезы. С другой стороны, понятно, что есть люди, которым проще сюда, есть люди, которым проще туда, но обязательно нужно понимать, в тот момент, когда мне проще с милосердием или мне проще со справедливостью, понимаете, окей, но тот, которому проще наоборот, он не опикорис, и давайте его что-нибудь забросаем, а он мое дополнение, и истина, она между нами, потому что нам обязательно нужно равновесие, между положительными качествами, милосердия и справедливости, допустим, но здесь, ну в любом случае, неважно как, мы видим, что РАФ требует, по крайней мере, от высших праведников, опять-таки, я возвращаюсь, от общества, от поведения общества, равновесия этих качеств, опять-таки, про общество это я добавил, здесь у РАФа в самом тексте нет ничего про общество, но мне кажется, РАФа всегда стоит читать на уровне личности, на уровне души, на уровне души общества, на уровне общества тоже, соответственно, или, ну, возвращаясь к тем, что мы возвращаемся, у нас есть такие великие праведники, им недостаточно того, что они служат только из любви или только из любви, да? но даже если связь будет полный только с одной стороны, либо только от страха, либо только от любви, они ожидают в этом тяжкие изъяны и нарушения божественного порядка в мире, и они правы, это не проблемы высших праведников, это серьезная проблема мира, это вообще, опять-таки, это мое личное мнение, зачем нам Тара, для того, чтобы уметь уравновесить именно любовь и справедливость, то, что нужна любовь, нужна справедливость, никто ради этого не нужен, а как их уравновешивать в каждой сложной ситуации, это нужно долго и серьезно учиться и так далее, это сложно, так? Соответственно, вот эти вот праведники, они понимают, что не только когда я опускаюсь со своего уровня, нужно делать срочно высшую душу, но и когда я общаюсь с Богом, прилеплен к Богу только с одной стороны, либо со стороны качества суда, либо со стороны качества любви, это само по себе изъяно, и более того, их душа стремится достичь высшего покаяния, чтобы исправить пробуждение, а вы и высшие праведники, исполненные божественной милости, сострадали ко всему сущему, ко всем мирам и всему, что в них начало до конца, одетые в могущество, это важно, одетые в могущество и увенчанные славой и славой истины, правда, они ощущают дисбаланс в их возвышенном единении, не только, что одной стороной я прилепляюсь к Богу, а то, что я прилепляюсь неуравновешенно, и даже если смешение страха и любви будет нести неправильный неправильный вес, если одна часть будет перевешивать другую, они возвращаются в покаяние и восходит высшее место, откуда истекают сокровища святости и обретают там священные высшие весы, на которых мы будем вешать, и исправляют увечья бедра и окон. что такое вече бедра Якова, когда в Торе у нас рассказывается про то, что Яков боролся с ангелом, и ангел ему дотронулся до бедра, и после этого Яков хрома. Но после восхода солнца у нас больше нет упоминания о хромоте Якова. То есть с восходом солнца хромота Якова излечилась. Соответственно, Яков это у нас качество великолепия. Значит, именно он символизирует равновесие между братцем Авраамом и Ицхаком. Между мерой любви и справедливости Исуга. Когда Яков хромает, значит, что у нас, несмотря на то, что присутствуют обе эти меры, они не уравновешены. Яков хромает одна нога длиннее другой. Теперь эти священные высшие весы, надо понимать, да, это равновесие, оно не примитивное, половина этого и половина этой. Это принципиальное равновесие. В одной ситуации мне нужно 99, равновесие будет достигнут на 99% любви и 1% у меня будет справедливость. В другой ситуации наоборот. В этой ситуации будет 50 на 50. Равновесие оно динамичное, постоянно меняющееся. Равновесие оно, именно поэтому для этого нужно подняться очень высоко и найти священные весы с тем, чтобы я мог равновесие достигать, как ситуация, это сложно. Это сложно. И для этого нам нужна высшая шва, поднятие, да, высшего места, обретать там священные высшие весы и исправлять увечья бедра и опова идут прямо. Нога моя стояла напрямую собрание благословляя Господа. Эти праведники, которым тайна Господа всегда открывается, как сказано, а праведным открывает тайну свою. от сияния образа стремления их высоте дополняется всякая ищущая душа славой и жизнью. И славу их постигают разумные. То есть от того, что такие праведники есть, от того, что такие народы есть, ищущие люди, все люди, все души наполняются славой и жизнью. И славу их постигают разумные. Пожалуйста, теперь, если кто-то что-то хочет сказать, я буду очень 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 неплохо. сказал спасибо? Это я сказала. Даша, Данехал. Да, могу тоже присоединиться, спасибо. Вам, Ширель, огромное спасибо за переводы. Как ваше мнение, кстати, по качеству перевода этого нашего по-моему очень неплохо. По-моему, неплохо. По-моему, очень неплохо, да. Это какой-то особый чат или это... Да, называется особый называется Клауда. Вот, я его сейчас у меня открыт. Так называется Клауда. Сейчас я вам хожу его на Масахе. Вот он. Видите, тут как раз прямо забит наш этот самый наш отрывок. Видите, написано Натаргем Блирусит. Отрывок и вот он Герой из Трансляшем Турашем и вот. Называется Клауда. Это вот здесь. Нет, не здесь. Это вот здесь на нашей группе Раптукпорудки. Натан Двир мой давний друг и знакомый. Вот он тоже оказывается здесь. Вот он тут показывает на маленьком примере как им пользоваться. Очень просто. Я вот там буквально Это Клаудер? Это надо его инсталлировать или это в интернете? не надо инсталлировать. Нет, маленькая регистрация, коротенькая. Спрашивают электронную поиску, что позвонят на телефон смс. Потом ты проходишь 3-4 экран, где-то что-то объясняет и все вперед. Можно в чат наш кинуть ссылку, это полезная вещь. как это сейчас по как это мехами я могу сказать тебе можно в группу просто послать. Сейчас пойдет другой чат. Может быть в телеграме разместить ее? В чате в телеграме пока я в нашем чате разместил. А, в этом чате в нашем чате сейчас в этом оно уже не сохранится. Лучше тот, который в телеграме. да, я тоже думала. Кинуть в телеграме есть. Есть. Вот. Так что, спасибо Натанчику за наш сегодняшний урок. Не получилось у меня скопировать. О, блин, сделаем. А может быть это чат и потом там длинная это самое отрубить это все. Наберите cloud.ai чат, а потом уже он видимо вам даст как бы опять-таки регистрацию сделать и все такое прочее. Может быть потому что я уже зашел. Хорошо, не важно, не важно это клауд. Я его не по линку набрал, просто набрал клауд на гугель и он меня быстренько привел к первому. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Я еще раз извиняюсь за отмену прошлого урока, но я не был состоянии. Ну, о чем ты говоришь? Ну, все мы. У меня видимо, я понятия не имею, где Бениамин, тоже ваза, наверное, устал. Несколько метров время буду недоступен. И вот он недоступен. У меня дети такие, они серьезные, они не говорят, где они вообще. Только так, приблизительно один на юге, другой на севере. не только я про внучку одну знаю, где она была. Ладно. Хорошо. Большое всем спасибо, я очень рад всех видеть. До свидания. Спасибо большое, поддержка всем. Ну, вперед к победе. Добрый вечер, всем всего научшего. До свидания. Спасибо, хорошего. Спасибо. 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 Продолжение следует...